Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и в данном видеоролике мы обобщаемся с вами вот на какую тему. Харизма. Нужна ли харизма для продвижения бизнеса? Ну прежде чем рассуждать на эту тему, давайте подумаем, что такое харизма. Обычно это считается, что это, ну, человеческий дар определенных каких-то конкретных людей. Наверное, вы наблюдали очень часто, когда в собственном окружении есть у вас такие, у вас обязательно есть такие люди, когда вы с ними приходите в то или иное помещение, да, и вот все остальные люди просто, когда он заходит, этот человек, неважно, женщина или мужчина, когда этот человек заходит, харизматичный человек заходит, то все окружения вокруг него начинают просто невольно улыбаться. Они начинают к нему тянуться. Они хотят быть центром внимания данного человека. Одни к ним идут, он их притягивает. Это так называемый человек-магнит. Вот в принципе, эта вот харизма, она и есть абсолютно в каждом человеке. Абсолютно в каждом человеке. Ее нужно вырабатывать. Если вы хотите пробегаться в бизнесе, если вы хотите быть лидером, если хотите добиться успеха, вам обязательно нужно заморочиться и выработать в себе именно ту самую харизму. Она вам поможет привлечь людей. И более того, я хочу сказать, что харизматичный человек – это не всегда хорошо. Харизматичный человек притягивает и хороших людей, и плохих. Хочу сказать, что вот к нему не только его любят, но его они нам видят. Потому что вот есть такие люди нехорошие, вот они хотят быть успешными, у них нифига не получается, и они увидят успех других людей, и они хотят просто нам останокатиться. Поэтому харизматичный человек получает от людей и положительные эмоции, и отрицательные. Если вы развиваете свою собственную местность и получаете только положительные отвлеки, я хочу сказать, что где-то вы что-то неправильное делаете. Если вы получаете и положительные, и отрицательные вот эту вот энергию, вот этот негатив, то да, вы идете именно по правильной причине, вы развиваетесь именно так, как надо. Хочу сказать, что если вы хотите быть лидерами своей собственной команды, если вы хотите лидером быть компанией своей собственной, то вам обязательно нужно научиться быть харизматичным человеком. Вот харизматичный человек и лидер — это одно лицо. Не бывает лидер без харизматизма. Так же, как и харизматизм не бывает без лидерских начал. Это два понятия, и они неразделимы. Поэтому, если вы хотите развивать свой собственный бизнес, то вам нужно развивать в себе вот эту вот харизматичную жилку. А как вы думаете? Нужна ли вам при развитии вашего собственного бизнеса развивать вот эту вот жилку, так называемую харизматичность, которая будет притягивать вас, людей, именно к вам? Вы хотите стать человеком-магнитом? Вам это надо? В бизнесе ваш? Или вы всё-таки думаете, что не обязательно быть человеком-магнитом, и что вы можете без этого магнитизма создать свой собственный бизнес? Подумайте и напишите мне там где-нибудь в комментариях. Я с удовольствием с вами просуждаю на эту тему и постараюсь вас переубедить на свою собственную сторону. Ну а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...